всем привет с вами современные брои а вот начало нового понедельника уже 3 августе почувствовал странное чувство поутру что прогресс моей прошлой недели где я доживал до выходных просто обнулили и вот я сегодня понедельники и ладно ничего бы не было так у меня тут брови нету пока что не критично запаса хватает но обычно на этом этапе я уже напрягаюсь но да ладно опилки опилками а что у нас там по сценаристу а сегодня у нас легендарный джош хаббер и кевин лапин начнем с кевина и его 17 серии этого же сезона под названием to change changeling или же преобразить обранье серия где главные герои вроде как старолеты и трикси но как бы торакс и фарингс необычная серия в плане построения так как мы видим в основном серии провальные попытки подружить фарингса и даже в конце по итогу главные герои чего-то существенного не сделали но и про хаббера нету смысла тут распинаться хотя я подмечу что он писал начало 6 сезона под названием за кристаллинг или же кристаллинг и серии интересно не сколько кристаллингом сколько попытка подружиться сам бёрста и старлайт это важно для сегодняшней серии что тут можно сказать собрались компетентные сценаристы давайте посмотрим что у них в итоге выйдет кстати прошу заметить ужас 23 серии хаббер становится режиссером седьмого сезона единолично и что важно уже посмертно следующей серии конечно появляется некая николь дубук которые называют дюбик которая тоже на пару станет режиссером но под конец как вы помните она также отвалится короче с этого момента режиссерский взгляд на сериал не менялся давайте уже перейдем к синопсису сам бёрст приезжает погостить в пони виль старлайт очень рада но вскоре обнаруживает что у сам бёрста много общего с ее друзьями и начинает задумываться осталось ли у него что-то общее с ней серия про старлайт какое счастье а еще и про сам бёрста и и остальных друзей счастье полное штыны и хочется не сказать и так оно и есть такие приземленные сесс-офф-лайфы чуть приятнее воспринимаются нежели квест поход к ченджлингам потому что раскрывается проблема интересного не персонажа и собственно остальных персонажей то как-то с ней связано я честно говоря завышал ожидания до до серии увидев одно ее имя поэтому погнали уже смотреть что у них там вышло итак сразу скажу серия мне понравилась и мне достаточно обидно когда люди просто забывают про неё хотя есть причины о которых мы поговорим чуть позже итак какая ситуация у нас в серии ну самое главное в ролях не тупо main six это уже большой прогресс даже твайла здесь выглядит очень гармонично так как она достаточно важная пони для старлайт и вы знаете это такая серия концептуально похожая на моё представление нормального приложения сериала за серией тупо интересно следить прямо как в первых сезонах и это очень хорошо я был рад здесь видеть старлайт и сам бёрста и трикси и мод и опять же даже твайлайт и это не единственная причина почему можно любить эту серию конфликт здесь хорошо показан вот именно прогресс где нам под особую дружескую музыку показывают как сам бёрст дружит с кем угодно но не со старлайт и нас концентрируют на том что это действительно так и есть и честно скажу по своему опыту у меня со старыми друзьями всегда так не о чем поговорить не о чем заняться и серия это идеально показывает даже добавляет изюминку теме так как сам бёрст оказывается отлично ладит с друзьями самой старлайт а не с ней лично и тут это опять же классно выглядит ну и что меня хорошо задело это конечно общие обнимашки в конце ну чем вам не заявка на новых главных персонажей но да ладно все это уже мечты сейчас нынче и ценятся телепузики видимо судя по tell your tale короче пока слезы не пошли пройдемте уже в следующую рубрику итак я не глупец и вижу что у серии есть проблемы самое банально если вы дед и топите за майнсикс причем новости что с ними уже ничего не придумать нормального то вам сюда не следует идти здесь и интересно другим людям ну и главное наверное две или три причины начнем с амбёрста вот зачем он приехал в панимир ну в плане надо знать предысторию события он захотел приехать сюда в антикварную лавку и сообщил об этом старлайт или он приехал лично к старлайт погостить то есть какова была его изначальная цель насколько сильно старлайт завысило ожидания в любом случае видно было в серии что этот жеребец ведет себя весьма неподружески словно сам забыв что друг старлайт и это меня разочаровала сама твайлайт принцесса дружбы которая долгое время не видела проблему а потом дала совет старлайт который по итогу все заруинил а потом говорит мол что старлайт чисто палку перегнула что как мне кажется несправедливо ну и кульминация конфликта здесь происходит неожиданно и очень лениво я при каждом просмотре даже не успеваю понять что последние сцены это не просто разговор старлайт и твайлайт по душам а реально уже решение проблемы так как до этого самбёрст собирал сведения от ее друзей и даже по сути не понял до конца как и помочь серии опять же тупо не хватило времени типа от самбёрст спрашивает рикси и мод и тут под решение проблемы да и само решение проблемы с натяжкой можно назвать таковым а так как одна игра вряд ли это единственное что сближает старых друзей всегда считалось что это что-то большее можно конечно это воспринимает как такое большое извинение но тогда проблема не решилась и это грустно серия начинается хорошо даже в конце она отлично подходит кульминации но сама кульминация сильно проседает я уверен тут несложно это придумать два-три аспекта для общих занятий самбёрст и старлайт и все серия уже хорошая но тут к сожалению решили не заморачиваться и это страшно жаль в любом случае погнали уже переходить к придиркам понимаю что не в терпёж но можно было дела до 12 распланировать а не весь день на станции стоять только подумать ни один пони во всей квестри не близок так мне по духу а трикси все еще удивляюсь этим погодным загоном а дальше никто не едет по не мере конечная ну и конечно нужно тебя пони появляется в конце когда ты уже отчаялся что в итоге забил на нее при первой же возможности ну да у старлайт магии не хватает пони виль это древний центр древний центр город который был основан еще при бабке к чему это вообще самбёрст лутаман или там вся его библиотека обычно сюда захожу только я на фига тогда эта лавка существует она так говорит будто первый раз сюда зашла ого шляпы они видимо как раз ты не обязана притворяться что тебе все это нравится а ты можешь не притворяться что тебя пофиг на старлайт интересно это как-то потом развивалась когда продавцам некогда разложить поступление поступление древности обычно древности на той древности что их достаточно мало а у них там какая-то бесперебойная поставка лапши она так выглядит как будто бы старлайт ее хранила с 8 лет не очень-то и увлекательно я так и не понял в чем прикол почему твайла торнула и почему она перевернула доску будучи ликорным элементом гармонии магии нет старлайт им просто было о чем поговорить с искоркой у меня больше общего чем с любым пони в эквестрии ну да ну да пошел я нахер а значит я буду спать до того момента пока она не освободится старлайт можешь выйти из комнаты и не шуметь ну это мега некрасиво ты не можешь отвернуться а еще лучше выйти из комнаты чтобы я переоделся тут даже комментировать нечего но я уже составила план на день только ты и я здорово ты не можешь отвернуться а еще лучше выйти из комнаты чтобы я переоделся трикси у тебя есть вагончик я понимаю что это типа фишка трикси не до конца фокуса делают но тут будет супер смешной но и одновременно грустный момент о том как трикси любит сценарной магии боюсь представить как она это сделала копытами стаканчики буквально разных цветов значит пинки пай нырнула и создала себе двойников сам бёрст так об этом говорит словно это все эквестрийский факт таких кристаллов в пещере миллион о чем ты говоришь зачем сам бёрсту все это делать я думала он приехал повидаться с тобой лицо старлайт здесь полностью описывает ситуацию ты же сама твайлайт забрала у него сам бёрст на целый день вы оба любите магию верно магию ну да ты ею отлично владеешь а сан бёрст знает практически все заклинания ты права спасибо искорка ты лучшая старлайт в начале серии сама про магию говорила ну да ладно пусть твайлайт типа до этого догадается ух ты ты составила заклинание только что если он такой крутой чтец заклинаний он должен знать что это заклинание делает вообще-то я думал мы пойдем с мод чел как бы пойдем с мод уделить женщине хотя бы полчаса ты хочешь быть красным или синим старлайт да ты заебав что здесь происходит магия как ты и посоветовал что здесь происходит ничего сам бёрст раз вводился ну это не значит что мы должны быть детьми чтобы дружить старлайт склонна заходить слишком далеко что в этом такого магия магия просто старлайт решила добавить атмосферы еще и бонусов сыграть в игру максимальное объединение сам бёрст похоже чего-то испугался или правда не хотел играть чем очевидно задел старлайт старлайт то тут никак палку не перегибала просто поделилась ощущениями через магию и нам обидно когда нас продолжают осуждать хотя мы обе изменились старлайт вообще никто не осуждает даже те кого она эксплуатировала а другие тупо они не знают это только тебя троллят да это нас не роднит ну а сам бёрст ты хороший не то что это старлайт мы все делали вместе но с тех пор мы со старлайт очень долго не виделись и нас больше ничего не связывает а раз нас ничего не связывает мы больше не друзья что ж по крайней мере ты не всерьез это и была шутка так вот где тут хотя бы намек на то что там что-то они придумали нету это все конечные изменения если что кубик неправильный придирка от андрея как хорошо что там оказался подвал и почему я так переживала из-за того что у нас нет ничего общего да думаю это не так уж и важно если нам хорошо в компании друг друга но до этой мысли можно дойти только после диалога с мод но серия никак не намекает даже на это ооо клик в хэнгер так делается первый раз и последний раз в сериале что еще хочется дополнить в этой серии например мод появляется в кадре без пинки пай это очень здорово так как персонаж не ассоциируется только со своей сестрой вся эта серия буквально хай-тек в повествовании млп и я страшно был рад это видеть свое время ну и давайте подведем итоги серия концептуально хорошая атмосфера здесь хорошая все персонажи отличные и хорошо отыграют свои роли но вот концовка все ломает очень грубо обрубаясь по ходу решения конфликта который по сути не решился либо решился как-то сам по себе ибо двум старым друзьям просто внезапно стало хорошо быть друг с другом и нет это не с персонажами что-то не так а с храниметражом даже не со сценаристами ибо опять же они отлично сделали свою работу просто в конце у них осталось три минуты и они быстро все закончили опять же не сложно найти что-то общее между этими двумя пони даже если бы это было что-то не столь значительное какая-нибудь и готовка булок но это было бы намного лучше чем та же игра вокруг которой очевидно не может строиться вся дружба понятно что дружба здесь сохранилась лишь потому что пони приятно находиться друг с другом но опять же в серии это максимально не очевидно всю серию мы видели как сам бёрст просто забивал на старлайт и не замечал ее страданий я ничего против этого не имею персонаж такой он тянется к знаниям и чему-то новому но решение проблемы именно для старлайт супер не очевидно и как бы это сказать не те акценты сделаны короче вы меня тут поняли серия классная но тупо заруинила концовочка а так ребята думаю уже заканчивать slice of life у нас наконец-то закончится в седьмом сезоне правда дальше не обзор на двухсерийник а на егэ и если слухи подтвердятся еще на целую серию тейлов в общем будет чем занято а так всем пока и до четверга а 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 Продолжение следует...